Всем привет! Сегодня делюсь очень простым в приготовлении рецептом сало в рассоле для длительного хранения под железную крышку. Это очень просто и очень вкусно. Для приготовления 2,5 литра воды ставлю на газ лавровый лист, перец душистый, перец горошек, добавляю стакан соли, то есть из расчета на 1 литр воды 100 грамм соли. Вот такие шикарные куски я купила. Наса, сало, вот такое, как щековина. И сейчас я буду нарезать на вот такие вот кусочки, вот так вот такие куски. Вот такие, чтобы тут масса зацепилась, чтобы в баночку поместилось хорошо. Вот такой кусок. Это шикардосный. Вот это вот здесь. Вот эта щековинка, вот смотрите какая хорошая. Тоже сюда входит. Все любят сало-мясо. Сало, а с мясом так вообще. Никто не отказывается с ингредиентом. Говорит. Ой, мама, зачем ты еще что-то делать будешь? Ты мне отдай, я сам придумаю, что я буду с ним делать. Вот такие кусочки нарезали. Еще вот у меня вот такой. Три части перележу. Шушу. А сало, мясо любят все. Еще кусочек у меня вот такой есть. О, слышите? Еще один любитель мяса пришел. Микуся, тебе что, дать сало, да? Кстати, он немножко, но он кушает. Ну, много никто ему не дает. Просто-напросто. Вот. Надо будет отрезать. Сейчас песику дам. Такий маленький кусочек. Сейчас. Слушайте, как он будет чамкать. Микуся, на. На. Ой, вкусно. Вкусно, да? Проглотил, короче. Сейчас закипает мой рассол. Помещаю в рассол сало. И кипячу минут 10. Пока кипит сало, стерилизую банки. Когда-то я вам уже показывала. Просто заливаю банку уксус. Банка помыта, чистая. Это у меня такая стерилизация. Прокрайний выпадок. Кто еще не видел, как я это делаю. И так каждую банку. Уже и крышка у меня здесь простерилизовалась. И банка. А уксус переливаю в полулитровую баночку. Вот так вот, смотрите. И отставляю в сторонку до следующих заготовок. То есть не выливайте этот уксус. Пока готовится сало, можно помыть и посуду. Еще говорят, женщины ничего не делают. Вот так минут 10-15 прошло. Видите, какие кусочки. И сейчас я перекладываю в банку. Сейчас и так все куски. О, какой кусок вкусный, ароматный. Заливаю рассолом. Очень аккуратно нужно это делать. Специи уже здесь есть. Так что уже ничего здесь добавлять не нужно. Вот так вот хорошо заливаю. И закрываю крышкой. Вот кто придумал эти крышки, дай бог вам здоровья. А, горячие. А банки укутываю, чтобы тепленько здесь было. Так, в целом момент тут приправа падает. В кастрюлю пошла следующая партия. И так все банки закатала, укутала, дала остыть день-два. И вот смело можно хранить, хоть на балконе, хоть в погребе. Это очень-очень вкусно. Это сало можно кушать дня через два-три. Кому уже не терпится. Это очень вкусно. Вот посмотрите. Вкуснятина необычайная. Друзья, если вам понравилось видео, рецепт, ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!